...90 маршруту, которые перешли именно на формат маршрутных такси. Насколько я знаю, что сегодня такие разбирательства у нас уже проходят в администрации города, сразу на управление, потому что ни с того ни с сего вместо обычных, привычных автобусов люди увидели маршрутки. Перевозчик никого не уведомлял об этом, то возьмет и будет завозить на сегодняшний момент не на автобусе, а на газели или на каком-то аналогичном виде транспорта, малом вместительности. Поэтому я думаю, что здесь будет проведена беседа, что происходит нарушение той конкурсной документации, которая была изначально. То есть это же ничего не было говорено. И предполагаем, что снова автобусы встанут на свой маршрут и будут, соответственно, перевозить те автобусы, которые должны перевозить, а не газели. А как-нибудь сами перевозчики объясняли то, что они заменили, так сказать, от автобуса малой вместимости, с автобусов большой вместимости, да? Перевозчики объясняют тем, что большой автобус везет такое-то количество людей, и он работает в убыток. Это же количество людей может перевезти машина, аналогичная автобусом, аналогичная, например, газели. О том, что они якобы удовлетворяют тех граждан, которые пользуются данным маршрутом. Но мы также видим, что жалобы со стороны, а, и жителей, по поводу того, что мы привыкли ездить на автобусе, там и расстояние, там и безопасность другая, а не наивистом отсутствует. Поэтому здесь считают, что это неправомерно, неправильно, и надо будет перевозить соответственно. Обязаны ли были перевозчики предупредить о том, что они меняют? В связи с, естественно, коронавирусом, да, они могли бы объяснить это тем, что выгоднее сейчас держать именно маршрутный такси. Они объясняют это хоть? Ну, то есть, должны были... Одного уведомления в любом случае мало. Есть конкурс, согласно которому выглала тайная организация, которая должна иметь автобус какой-то месимости. Взять, перевезти сегодня на автобусы малой месимости, просто самому, даже предупредив, здесь тоже этого мало, это неправильно. Потом они перевезут, например, на какие-то машины, которые, они также меньше бензина, соответственно, употребляют. Поэтому здесь тоже неправильно. Какие-то санкции в отношении перевозчиков возможны? Я думаю, что это будет рассматриваться, но сейчас попробую это регулировать мирным путем, путем переговоров, потому что просто так взять и поменять одни автобусы на маршрутке нельзя. Большое спасибо.